Сегодня, 7 августа, микрорайон Ласточкино стал площадкой выездного совещания членов комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. На повестке проблемы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот, переселенцев, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. По словам депутата облдумы Леонида Песнова, по квоте в многоквартирном доме детям-сиротам положено не более четверти квартир. Ограничения объясняются тем, что они должны иметь комфортные условия для социализации. Общая численность здесь по квартирам, где-то в каждом доме в среднем 250-250 квартир. Вот правильная норма абсолютно, квартир нет 25%, потому что она помогает социализироваться. Но она одна из причин того, что произошло в прошлом году. То есть изначально должен быть проект, в котором есть не более, ну или не менее 25% квартир, площадью 30-37 метров. Вот пример из того, что я говорил. Вот она не 30, а она 34. Вот МУП 40-город обстроил, соответственно, играл 33 на 30, 99 на 34. Вот у нее фактически метр вышел с отделки, чуть меньше, но все 90 тысяч. Значит, на рынке здесь, вот 900, то, что вы видели, это 28-метровый квартир. То есть вот эти, меньше тысячи, миллиона рублей без отделки не бывает. Вот понимаете, почему не все застройщики идут? Ну все вот так вот начинают, что все вот так. Тяжело, понимаете? Вот действительно, социальная ответственность бизнеса, Гвадик пишет, и тогда не всегда, потому что, понимаете, в конце концерта, забей Гвадик. Но, в сожалению, как есть. Ничего личного, только бизнес. Первый зампред облдумы Алексей Антонов призвал застройщиков не забывать о социальной ответственности и чаще прислушиваться к мнению общественных советов. Застройщик, что самое важное, на мой взгляд, должен понимать, что это все-таки социально ответственность бизнеса. Это не получение прибыли. Это то, что они могут построить для людей. Для людей, которые имеют определенные ограничения. Есть вопрос к психологическому плану. К сожалению, злость в людях становится больше вот этот год. Очень часто, с несчастью, стало отличным. Когда приходят покупать коммерческое жилье, и первый вопрос задают. А кто у вас в доме по госпрограмме? Это абсолютно неправильный подход. Я могу сказать, общаясь и с переселенцами, и с детьми-сиротами, такие же люди. И соседству с ними не надо как-то бояться. Вот ничего психологического. Это грани людям надо разъяснять. Микрорайон постепенно заселяется. Владислав пока доделывает ремонт в своей квартире. Рассказал, что при выборе жилья учитывал удобство для людей с ограниченными возможностями. Я прекрасно понимал, что это кирпичный дом, и там будут широкие дверные проемы, сам лифт большой будет, и вход в подъезд. В плане пандуса все решаемо, все сделается. В плане дороги вот будет быстрее решилось, было бы вообще отношение. Дорожная тема не заставила себя долго ждать, как только участники встречи оказались на участке дороги по улице Романтиков. Жителям не первый год обещают обустроить нормальный подъезд к их домам. Пока ВОЗ и ныне там. Единственный работающий трактор оптимизма не прибавил. Осень не за горами, а чиновники только к первому октября обещают завершить первый этап. Когда закончится второй, молчок. Вот это максимальная интенсивность. Один экскаватор, одна машина. Леонид Песной напомнил, что в этом году в городе после долгого перерыва должны появиться новые дороги. Однако нерасторопность чиновников грозит обернуться крахом этих грандиозных планов. Таких объектов у нас. В Леевском районе улица Романтиков из двух этапов. Это первый этап и второй, через который первый запасный Дум пытался проехать. Но проехал. В Кировском районе это улица Зыбина. И в Волжском районе это улица Минякина. В Заводском районе улица Денисова. Все дороги идут в рамках безопасной дороги, да, строительство команды? Да. И их цель обеспечить беспрепятственный подъезд к новым территориям. Что же касается перспектив развития Ласточкина, скоро в одном из домов откроется филиал поликлиники номер 19. Предстоит продолжить работу по озеленению, созданию новых детских площадок и парковок для автомобилистов. Редактор субтитров А.Семкин